Друзья, в этом ролике я бы хотел вам показать, каким образом надежно соединить между собой два провода методом скрутки. Понятно, что есть различные коннекторы-соединители, с помощью которых соединять токопроводящие жилы современно и надежно. Тем не менее, время от времени приходится прибегнуть к старой доброй скрутке. И вот как ее сделать надежно, чтобы это соединение не привело к каким-то неприятным последствиям, сейчас вам покажу. Поехали! Давайте для начала покажу, как делать неправильно, однако привычно для многих. Берем два кабеля, зачищаем их и токопроводящие жилы начинаем между собой, ну как бы равномерно скручивать. Вроде бы надежное соединение, скрутили, все у нас хорошо. А затем, посмотрите, берем эти кабели и тянем их в сторону. Смотрите, что происходит. Все. Вот такое у нас, ну в кавычках, надежное соединение. Друзья, можно долго перебирать ненадежные способы. Давайте сразу перейдем к правильному. Итак, скрещиваем между собой токопроводящие жилы примерно посередине, крест-накрест. Берем одной рукой, а второй начинаем одну жилу мотать вокруг другой. Стараемся сделать так, чтобы все было равномерно. И кончик пришел ровно к началу изоляции. Подбираем все сопельки. Готово. Теперь то же самое делаем со вторым концом. Начинаем мотать вокруг жилы. Другую жилу. Стараемся тоже прийти к началу изоляции. Все. Подбираем сопельки и видим, что получилось классное, хорошее, надежное, эстетически привлекательное соединение. Давайте попробуем его на разрыв. Безусловно, друзья, его можно тоже разорвать, но это будет сделать гораздо проблематичнее, чем то, что я показывал в самом начале. Заранее одетая термомуфта поможет этот участок заизолировать. Все, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был информативен и полезен. Пока. Друзья, совсем забыл сказать, такой способ годен в том числе и для одножильного провода. Вот теперь точно пока.